Всех приветствую, с вами я, Веган Христолюб. У нас с вами сегодня такое вот видео, значок, здесь борьба со страстями, но называется он «Побеждающий плоский страсти венчается нетлением». Ну, это прямая цитата из того наставления, которое мы с вами сегодня будем читать. Это с вами сегодня мы читаем 67-е наставление Антония Великого о доброй нравственности и святой жизни. Как видите, здесь оно как раз жирным не выделено, хотя именно об этом сегодня вместе мы с вами будем и говорить. «Побеждающий плоский страсти венчается нетлением». Ну, как видите, здесь есть еще два, получается, он разбивает. Получается, почти все, 67-е наставление выделено. Здесь три мысли. Как вы заметили, конечно, я вам уже говорил, что вы знаете, вот это вырывать из контекста, вы знаете, как я люблю подавать все. Конечно же, ты хочешь что-то понять о человеке, вот наставление Антония Великого, но их надо прочитать целиком, от первого до последнего. Не важно, что кто-то их собирал, это мысли человека. Вот из-за тех общей картины, всех этих мазочков, которые ты там, там, там увидишь, у тебя сложится хоть какая-то правильная, приближенная к правильной картинам восприятия этого человека, его мысли, да. И вот, несмотря на то, что я попытался даже сгруппировать какие-то наставления, потому что они очень близки многие, да, и темы у роликов будут одни и те же. Конечно же, сам Иисус об одном и том же рассказывал, разные просто притчи об одних и тех же вещах. символом, или там языком он говорил, или прямым об одних и тех же вещах, да. Мы с вами читаем, более того, зачем мы читаем там в христианстве, помимо Евангелия, там апостолов, где тоже сам подтверждается, мы видим об одних и тех же вещах еще какими-то образами, символами, притчем или прямыми словами сказано, да. И вот, несмотря на то, что у Антони, казалось бы, вот эти его наставления очень маленькие и короткие, да, даже в них поднято, вот в самом, вот как вы видите у вас на экране, специально все делаю, чтобы вы никуда не обращались, да, там в поисках текста. Уже даже здесь три темы. Конечно же, я вот именно поэтому роликов записал, с одной стороны, достаточно много, хотя, как видите, мы с вами достаточно изборочно читаем вообще единичные его наставления, вот, поэтому я всем рекомендую, конечно, полностью их прочесть, но вот даже сегодня, несмотря на то, что мы будем с вами говорить о борьбе со страстями, о том, что побеждающий плотские страсти венчается нетлением, да, хочешь не хочешь из этого наставления Антони, если вот не совсем вырвать только это, эту цитату, ну, как, конечно, на Библию тоже бывает просто вырвут вот буквально вот такое вот выражение и уже на него там дают пробовать или еще что-то, ну, так уж я редко делаю, крайне редко, да, вот здесь мы с вами хотя бы 67-е наставление прочтем, поэтому у меня ролики все такие пространные, сейчас первый вопрос мы поднимем чего? Свобода, уж об этом и было, и более того, следующий ролик называется вот так, взял я картинку из Матрицы, Морфеус свой фейс подставил, назвал самовластием, сейчас вы поймете, почему, там мы будем, ну, там мы будем с вами, знаете, сколько, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять наставлений Антония зачитывать, в том числе пройдемся еще раз по этому же наставлению под номером 67, которое прочитаем сейчас, но в принципе оно сегодня будет небезынтересно, и вот именно эта же мысль Антония, вот в одном, несмотря на то, что мы будем говорить о побеждении плотских страстей, так чтобы их побеждать, сначала понять, что я действительно либо сам в них вляпался, да, или они уже мной обладают там, и я выбраться не могу, но в любом случае это моя, в кавычках, заслуга, как и праведность та же самая, да, будем сегодня, как всегда, каменья швырять и в протестантов, и в католиков, заслуженно китать, Иисус сказал, да, кто без греха, вот мы сегодня с вами будем в них без греха, так как мы в этом плане кидать в них камни, потому что они занимаются лжеучениями, они исказили учение Иисуса Христа, да, истинные христолюбцы такого искажения не имеют, потому что Иисус учил о собственной святости, о том, чтобы человек добровольно, обладая чем? Свободой воли, свободой выбора, да, избирал между добром и злом. Эта свобода у него была от начала дана ему в раю, первому человеку и разделившемуся Адаму с Евой из него, и до конца времен так будет. И весь бред протестантов и ортодоксов, католиков с православными, что якобы мы стали рабами и ничего изменить не можем, и только по вере или по благодати там что-то становится. Нет, мы сегодня с вами это поговорим, во-первых, это увидим у Антонио, естественно, вспомним Иисуса, Евангелия. Я, кстати, даже не подготовливал текст, как я вам на память все привожу, просто хотя бы избрачные места, где прямо они обличают все вот эти лживые учения. Давайте прочтем с вами 67-е, первую часть, выделенную, которую я сделал по Антонио Великому. Если хочешь, мне так нравится, как вот написано у него, знаете, я, конечно, это русский уже перевод, но вот мне нравится, как звучит, да. Если хочешь, можешь быть рабом страстей, и если хочешь, можешь остаться свободным. Не подклоняйся под иго страстей, ибо Бог создал тебя самовластным. То есть, власть у тебя, самовласть, я сам властелин над собой, я домостроитель самого себя, я никто другой, и я в ответе за все. Вы знаете, вот это вот, ну и вы знаете, я протестантов как только не называл, да, верующими бесами, хотя их Иаков за это назвал, именно за то, что они были верунами без дел. Да, он говорил, что и бесы веруют, и трепещут, и поэтому Лютер, да, послание апостола Иакова назвал соломенным, назвал еретическим, попытался всячески его истребить из блока новозаветного Библии, да, но у него ничего не получилось, потому что все равно основная масса христианства не позволила ему это сделать, вот на каком-то, даже пусть вы знаете, как религиозным духом, да, чтобы вот просто что-то букву выкинуть, да, он об этом очень мечтал, но ему это не удалось, не удалось победить в умах людей, что вот это вот надо выкинуть, да, потому что все-таки уже 16 веков прошло, корпус был сформированный, просто так позволить послание Иакова выкинуть ему никто не дал, а он об этом очень, конечно, мечтал, всячески старался, если вы почитаете его толкование, его вот эти мысли на Иакова, вы просто убедитесь, назовете его богохульником, те же самые протестанты, вот у вас же, вы знаете, вот у протестантов, правда, парадокс, вы кричите, что Библия – слово Божье, ну, почитайте, каким словом Божьим для вашего основателя, для одного из ваших основателей, не суть важна, я не знаю, что там ни один лютер был, ну, лютеранизм все-таки крупная ветвь из Германии пошедшая, почитайте, да, никто в сродне с лютером так не наезжал на Иакова, но вы почитайте лютеранское ваше учение, в частности, именно прям ваши догмы, тексты Лютера, ну, учение Лютера, уже не потом каких-то опять интерпретаций разных богословов со временем, нет, конкретно, что как бы Лютер, труды Лютера, и найдите там, где он пишет о Соломенном послании Иакова, вообще, о ее отношении к нему, да, что он пытался всячески там, как минимум просто дискредитировать и уничтожить, и вся-таки его компрометировал и унижал, и все, да, и заканчивая тем, что он хотел его, естественно, исключить из пола, вообще из корпуса новозаветных писаний, вот так вот, вот, но Бог создал тебя самовластно, ведь он, почему ему все это претило, лютеру, протестантизму, учение о предопределении, а где, а у кого она, ну, все у них же опять, ну, там, понятно, у ортодоксов есть свои зигзаги в голове, не туда ведущие, но протестанты далеко тоже пошли, кто думает, ой, они там, вот, да, они много обличил, тот же самый лютер, его тезисы в обличении католичества, которые он там прибил к двери одного собора, да, так скажем, да, они, ну, что обличают они католичества в правильных вещах, в правильных, там, в продажу, его больше всего бомбануло от индульгенции, вот именно, от права земными деньгами покупать грех, право на грех и грешить, доходило до того, у маленьких людей маленькие грехи, а у больших, большие, да, что вот именно, покупали убийство своих родственников, там, цари, насиловали своих, там, детей, родных, близких, да, кого угодно, мальчиков, девочек, старушек, вот, все это сразу заранее у попика католического все покупали, да, денег-то вау, здорово, придумали вообще, вот, конечно, вот этого бомбануло, бомбануло там за это вот это, что и усопших все то же самое, что можно там заплатить, не просто вымолить, как у православных, у греков осталось, да, правда, у них тоже записочки-то за усопших не бесплатные, да, вот, но там-то доходило до какого все это безумие, кто знает, да, а раз в год там вообще можно было поползать по этой лестнице в Риме, и вообще хорошо, дополз до верха, ну, и молодец, и родственнички твои из ада выйдут, ну, в общем, там дури, конечно, да, Лютер это обличил, ну, самого-то куда, из крайности в крайность, вот, и поэтому, конечно же, человек и православный то же самое, вот вбили им в голову, что он немощный, грешник, супернемощный, ничего он без Бога не может, все Бог, ток на Божью благодать, если чего мне и получилось, хорошего, доброго, это все Богу приписываю, а если что злое, ну, я немощный, Бог помилует, вы вдумайтесь в эту чушь, знаете, откуда все это, и корень всего это, к чему это ведет, к без наказа, безответственности, что у одних, что у вторых, что у протестантов, что у ортодоксов, все неправы, все извратили, вы скажете, ой, ты один умный, да, один, представляете, я не один, да, святых людей на земле хватает, иначе мир погряз, вообще в возле просто утонул бы, Иисус был против всего Синдриона, конечно, там были и Саддукеи, и Фарисеи, и кого там только не было, и Родиане, да, и там же тоже еще внутри, вы думаете, там куча разделений было, вы думаете, Саддукеи не разделялись, Фарисеи не разделялись, разделялись, у них точно такие же были споры, там еще микросекточек полно было, такого убеждения, всякого по разным вопросам жизнедеятельности человека и религии, все было то же самое, Иисус против всех сказал, вы все глупцы, безумные, слепые, вожди слепых, вот это то же самое, я, кстати, не говорю о людях, я говорю, я не знаю, как говорит Бог судья, дело в том, что я не могу знать каждого человека лично, он может как-то штусуется в этом протестантизме, там с православием, действительно по делам их не поступает, как Иисус говорил, да. Может такой быть, но это единицы, это единицы, и они там долго, если они истинные дети Божьи, они там долго не протянут, точно так же, как Иисус к иудаизму не имел никакого отношения, абсолютно, он не исполнял их ни обрядов, ни правил, когда Иисус пытается там законника иудея сделать, это просто смешно выглядит в глазах Божьего дитя, мало того, что в Евангелии нам куча свидетельств, где понятно, что Иисус не соблюдал закона иудаизма. Его укоряли в этом постоянно, постоянно, не соблюдал ни преданий там никаких, ни правил их, ни этих 600 заповедей, он соблюдал одну заповедь, заповедь Божья, любви в контексте вечности и свободы, вот и все, все эти лжи в учении протестантов и ортодоксов, к чему они ведут? К безответственности, протестант все по вере, все до лампочки, да, я спасен, черно-белое, хотя Иисус говорил, что каждая семечка приносит разные плоты, и звезда-двезды разнится во славе, все выкинули, все учение Иисуса Христа выкинули просто, да и все, и ортодокс католики по справославию, все, ты немощный, да, что доброго Бог, что плохое, хоть и я, но Бог все простит, да, Бог же милостивый, буду каяться, буду слезы крокодили лить и завтра опять делать то же самое, грешен, грешен, курил, опять курил, курил, да, через неделю опять курил, опять курил, грешен, 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 супер грешен, бил жену, бил жену, да, а через неделю бил, тоже бил, ну каюсь, каюсь не могу, и завтра опять ее приду сейчас, сейчас причащусь и приду ей звезда ну со всего маха чему это все ведет разве иисус этому учил не иисус разве учил спасению по вере сусногорне проповеди ни разу не сказал о вере очень показательно а заканчивает он ее какими словами кто слушает и исполняет человек благоразумный построившему дом свой святости святого человека на камни кто слушает и исполнять кто слушает но не исполняет камнем названа не вот не слушание не вера даже а слушание и исполнили это камень дано на нем строчь дом слушаешь исполняешь самый первый камень и все эти исполнения твои будущие камешки до на твердом фундам то что слушала исполнял слушаешь не исполняешь как безрассудный где из нагорной проповеди иисус хоть раз произнес что ты будешь спасен по вере в небесном царство нет могут любить те вы любите вы не будете любить когда креститесь он ничего подобного не говорит примите дух святого заговорите на разных языках разве иисус отыгрыл в нагорный проповедь нагорную проповедь считают центром евангелия жизни и учения иисуса христа там слова есть спасение поверения там повелительные глаголы есть исполнять заповеди доброделание есть каждое слово любите повелительный глагол вы не будете любить никогда я на вас не за это вы любите конечно же я признаю всегда говорил слушайте как в бытовой же у нас невидимый мир это его проявление видимо это зеркало то что же как мы себя видим точно такой же образ точно так же мы и в жизни все конечно же я ей свидетельства знаю я их полностью признаю конечно же точно так же как в физической жизни люди бывают уже вошедшие в зависимости там наркотическую алкоголическую психическую какую там от игром они не знаю еще да люди могут физически друг другу помогать нам точно также мог помогать какие-то там лекарства временно до снимая более что я могу буду спорить с тем что ты выпиваешь обезболивающее у тебя снимается боль ну да снимается что разве наркоман действительно помогает все это пережить ломку облегчить но ты можешь все пережить сам но тоже можешь это помогает помогает да действительно когда грешника я сам такую переживал и люди здесь конечно же когда ты каешься начинаешь творить дела достойной покаяния но ты вот такой вот дричь духовный и там спички поднять не можешь как наркоман там уже физически в отребье превращается просто в труху и как и маленькие дети приходят спортзал и тренер вместе с ними в сзади кто знает как помогает что делать гимнастика подталкивают тебя пока за ногу за спину там как-то на турнике я поддерживают помогают подняться до какие-то приспособления есть там резинки они тебе пока помогают там лямки страховочные в гимнастике есть я просто занимался так скажем всем этим ну не профессионально сам должна вот сначала ты с этими вещами занимаешься потом ты набираешь силу и сам все это идешь конечно же поначалу могут и бог тебе помогает да но в концовке ты все должен будешь делать сам есть такое учение у протестантов православных католиков это учение иисуса христа а пути трудным тернистым и узком вот картинку я как-то вот это такое нашел очень хорошая тоже не икона но вот картиночка очень прямо на показательные до пространность путь до широкий и вот путь как иисус сказал узкие тернистые с крестом наперевес кто идет за мной и не несет даже идиот он говорит не то что там за бесом идут пляшут не за мной год идет но креста своего не несет а это жертвенная любовь когда ты будешь жить в правде говорить правду ты будешь за это страдать может даже до лишения жизни через как угодно казнь да тот немой ученик иисус говорил все это очень важно поэтому отрицание свободы выбора между добром и злом якобы чет бог за тебя сделал взял твои грехи да там это же выражение символьный язык иисуса превратили во что в бред тоже выражение было это символ прощения символ прощения то что бог дает даром спасения спасение слово означает прощение это синоним в библейском варианте в безбелийском смысле слова спасения есть ролик отдельно спасение поверь там я все это попытался собрать но ведь не могу удержаться здесь сказать спасение рай нейтралитет хотите нулевая планка вот это прощение это все синонимичные слова это пока уровень вот эта картинка вам тоже показываю это уровень где не творю ни добра ни зла это вот я созданный адам с его первый человек этот итог туда вошел да это даром дается ты когда кому-то зло сделает сто раз объяснял реальной жизнью вы когда кому-то зло сделали даже если вы возместить этому человеку вот вы украли там тысячу рублей до человек даже потом им 2 дали вы чувство боли он тогда испытал может у нее это там пенсию старушки да и она там куда-то должна была отдать или еще что-то да да вплоть до того что она может шла дедушки за лекарствами не купил то что украли у нее это кошелек по дороге она вернулась дедушка без лекарства умер в ту же ночь хорошо вы его вернете бабушки эту пенсию что вы украли 10 тысяч рублей еще сверху есть 100 тысяч дадите в рамках покаяния до сотворение плодового покаяния но дедушку вы уже не вернете вот что такое прощение всегда несмотря на весь этот убыток ты можешь человека простить который тебе зло сделает ты сам возводишься зеркально в небесное царство ровно столько сколько ты вот это все простил и ты сюда же зеркально отразился чуть-чуть простил чуть-чуть возвысился до жертвенной любви вот и все поэтому прощение лишь говорит о том что тебе никто ничего дать не может ты просто вот сюда возвращаются в рай из ада просто так вот действительно просто так даром до дар спасения протестанты все правильно понимали про православность католиками до прощает человек тебя даром ты уже никогда это не сможешь возместить чтобы ты ему не дел если ты ему замандил с кулака вчера набухался своему даже лучшему другу завтра как-то его не целуй не извиняйся даже когда у него пройдет через неделю этот синяк точнее ты будешь извиняться из головы у него ты это не вынешь только он может от этого избавиться со временем до этого не просто там в нашей природе что мы это помним там еще не изменить природу в этом плане не можем но мы можем отпустить это зло искать да ладно только не бухай больше не бей меня все вы будьте дальше лучшими друзьями ты его простил он это никак не сможет уже вернуть назад как из прошлое нельзя но ты можешь простить возвыситься на эту любовь и он тебе кому много прощается иисус сказал тот много любит вы простить выгодно всем да потому что ты возвысишься вот сюда и он за тобой сюда потому что он познает что ему много простилась он надо на это же это он будет много любить он тебя будет много любить потому что он понял что ты не просто друг который до за праздничным столом а что когда ты накосячил он все равно тебя принял да и ты его больше полюбишь вот вам да но это уже уровень жертвы на любви никакой вере тут речь идет речь идет всегда делах бред православных с протеста католиков протестантами о спасении по вере о крокодилях слезах под батюшкиным полотенчиком это чепуха грешить против человека а грехи вымаливать у бога какая чушь разве иисус этому учил разве иисус не говорил что если вы не простите не простит и отец ваш небесный речь шла человеке ты человеку отпусти ты извинись а ты отпусти разве когда иисус учил там примиряться друг с другом он сегодня говорил о боге не согрешил против тебя пойди обличи нет приведи там другого друга нет приведи всю церковь семью там как угодно всех кто мог то участвовать в вашем этом деле нет да будет у тебя как язычник и мытарь где там про бога что-то сказано вымаливать прощение у бога ничего там иисус этому близко не учил но когда покаяться хоть тысячу раз согрешит и тысячу раз покаяться прости ему вот чему учил иисус дела не вере не не под под латенчик ему папа кается а человека любить все божье творение человека животных растения природы побеждающий плотские страсти венчаются нетлением я даже не знаю мне надо кажется знаете постыдным и низким вот таким вот низким и постыдным и уничижительным для учения иисуса христа говорить вообще таких вещах вот антоний великий говорит в русле жизни учения иисуса христа или нет я то что то что говорил это уже унизительно то что приходится да иисус христиан учить евангелие учить истине кривой путь как иоанн крестить играть делать прямым аж исказили дальше некуда просто разве иисус не учил вот этой вот разве иисус фразы всем знаменитые царствие небесное нудится в со славянском написано у православных да что такое нудится силу и берется и всякие нужно на русский до силу берется я стараюсь я утруждаюсь не верую не веру я верю я верю ресурс как вы вере возрастаете как вы какие мышцы напрягаете не этому силу берет и всякий понуждающий себя восхищает его в чем вере где иисус говорил верьте 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 через слово да есть я говорю фразы вырваны из контекста извращенные просто а где он говорил любите подавайте не обижайте да заступайтесь любите врагов ваших это разве вера любить врага не вера уже в этой нагорной пропасть сказал кто слушать не исполняет разве я по вере стал любить врага но в том смысле по вере как они говорят поверив во что в любовь да если или воскупительную жертву иисуса христа не поверив в любовь то что иоанн богослов сказал что это не искупительная жертва иисуса христа он сказал что мы любовь познали или поверили в нее потом так и скажет увидев его этот поступок до любовь божью быть мы познали в том что он положил за нас душу то есть вот это вот все сделал пошел на землю то добро творил его пинали плевали ругали обзывали клеветали осудили убили через распятие а он воскрес и мы увидели все это и поверили что бог есть любовь и уверовали он богослов говорит не в него не в его искупительную жертву в любовь я поверил я поверил что только в полнота что бог есть абсолютная любовь и только любя я пребываю в боге и бог во мне и я счастлив я блажен блаженный все на все по нагорной проповеди заповеди блаженств так называемый читай блаженный любящие когда вас будут поносить убивать злословить разве не этим заканчивается начинается и заканчивается там хоть как крути эту нагорную проповедь мы сегодня не будем конечно борьбе со страстями в том плане может подумал о ролике мы сегодня будем с вами все все те тренажеры изучать все тренировки бросок через бедро нет тут общий смысл и хоть бы до этого дайте все псевдо христианские секты отвергли учение иисуса христа полностью отвергли его извратив его спасением по вере и крокодилиями слезами под полотенчиком у попика и это очень печально очень печально это хула на дух святого хула на христа хула на истину люди живут как живут это очень важно очень важно понять это побеждающий плотские страсти венчается нетлением разве иисус не говорил что жизнь вечную имеет только те кто достигнут разве он не говорил что кто ближним что я разделю на козлов овец они станут по праву другую полево кто станут верующие не и дела творящие добрый ближнему пойдут эти в муку вечную а те в жизнь вечную не надо мне бред рассказывать про то что это он это суд над язычниками да я даже соглашусь с вами суд над язычником только 24 до старая и 25 глава по матфеи сочетается целиком это неразрывная речь иисуса христа и начинается суд с дома божьего первые три притчи которую всем известно начинается конечно кого с дома божьего с учителей тем кому дал в свое время раздавать меру хлеба и тот кто раздавал будет там а кто сказал а не скоро придет господин буду есть пить веселиться десятинки собирать чушь свет нести насколько секта действительно тоталитарных капитале капитализированных до этих пастырь который просто стригут овец христовых да и все дует их по полной программе да приду и разрублю такого в день в которую не думает и в час которого не ожидает а следующая притча о десяти девах то какую чушь мне прям мне прям как и сжирает ревность папа по евангелие о ком притче следующие любому идиоту должна быть понятно любому христианину должна быть понятно кто такие девы христовы невесты христовы это разве речь о язычниках первые три притчи прежде чем дойти до этого символьного образа уже приточного языка когда иисус будет делить калика и ковек козлов от овец ковец хотел сказать ковец не рыба не мясо да не это тепло-хладные как в откровении такие будет но они как раз и будут тоже козлами на глазах которых творились беззаконие он войны эпидемия мы все молчим нам все до лампочки о ком рассказал иисус притчу о девах то это кто язычники что невест христовы ожидают приходы жениха своего это христиане христиане или это маски с которого не хватило ну да легко как всегда истолковать ни о чем но дух святой да кто такой дух святой это дух любви если вас это любовь жили ли вы этой любовью а любовь это сущность это существительное глагол ее любить делать смотри на свои дела каковы твоя вера такое твои дела так апостол говорил которого они ненавидят якова так разве разве все девы войдут разве не половинка они не верили тени вошедшие девы это кто были то это не верует не спасенные по вере да или под полотенчиком у бабушку батюшки у попика рассчитывая на милость божью творя беззаконие субботы из воскресенья воскресенье от воскресенья до воскресенья это именно они это именно они ожидавшие ой ожидавшие песни поющие каждые выходные как они его ожидают но я сказал идите купите на торжеще видеть так что все эти бредни конечно же побеждающий побеждающий плотские страсти венчается нетлением под плотью антони подразумевает естественные не смысл только телесные и телесные понятно стоп жараешь так что у тебя пузо до на двух тележках надо возить уже есть есть такой же грех и себе окружающим плоти подразумевается всегда психики пси и и тело и душа так назовем и психики психика психи до душевная страсть как хотите все вот это побеждающие тоже папа под неплодским подражается только ум невидимая сущность я моя личность свобода выше я какого там кто только в разных религиях мировоззрениях не называют да вот естественно иисус об этом все время говорил он не сказал богатым юноше поверь поверь и пойдешь продаж благодать тебя сияет нет уголь сам перебори себя пойди продай имение свое не раздай нищим и будешь иметь сокровища на небесах даже без меня ты будешь там где доброта хочешь быть со мной приходи следуй за мной взяв крест какое спасение по вере где он ему рассказала спасение по вере этот эпизод в евангелии на описан за за несколько дней до его ареста а каком спасение по вере он ему рассказывает протестантизм православие католицизм ничего общего с христианством не имеет от слова совсем ну только как иисус сказал наседалище только уже не моисеева христова василия до паразитирует раковая опухоль на истине на иисусе христе просто паразитирует на его имени на его жизни и учения это очень важно ну и последняя тема ладно это я вам помусолил достаточно на 30 минут многим не устраивает что я говорю да как же слушать я опять горю есть и люди и там конечно до них доходит рано или поздно я не отрицаю что в года гонений даже вот там в советское времена в россии и православные папы умирали так скажем за веру и против и протестантские я ничего не скажу вы знаете а умирает не только за это люди умирает вообще за 10 копеек посмотреть на современную рашистскую агрессию многие ощущения за что умирают за идеи умирают многие что дальше какая-то идея какая-то идея вы знаете вот этот образ я всегда говорю второго разбойника висящего с иисусом на кресте он очень интересно себя говорил что посмотрите на эти два двух разбойников этих до один казалось бы потом в рай войдет с иисусом христом я посмотрите на второго тоже висит на кресте как образ прочитайте это вы знаете можно висеть и с иисусом на кресте точнее о чем не говорит ни о чем не мы тоже на кресте тоже на кресте неважно не уберем попать смысл такой да за иисуса можно идти иисус груда можно можно за мной идти не неся крест свой и ты к нему и ученик иисус и не будешь со мной за иисусом идет да что это значит а то и значит пустые слова на словах я лев толстой да как говорят ангела два слова связать не могу это то же самое об этом иисус постоянно в чем он укорял иудеев то умирали многие за родину за государство на за соседа убивая другого соседа ну что это тоже не показатель это абсолютно не показатель что почему сегодня наклинило жизнь то какая на весах познал ли он истину всех ли он любил и умирал с какими словами то почитайте только этот бред православных католиков там про их несвятцы да если мы действительно читаем с какими словами умирал иисус там господи простим неведомым что творят почитайте с какими словами стефану отходил к иисусу да с такими же самыми практически только по-другому сказанными и почитайте православные эти там католические святцы давай там будете гнить все в аду и прочая чепуха там вот такие вот чем писал все тем же сам этим ростовским так называемым димитрием как под копирку все что известно самом деле там нек некий просто имена дошедшие через вопрос поминовения на службах да все расписал про каждого сказки до думая что праведными делами вот в этом плане действительно можно дорожку в рай выстилать не она только ват ведет и чё понаписал то посмотрите на современную православную секту которая выступает за раши которая расшистка на самом деле чистой воды все папы и все профессора топит в россии понятно пока и мире да все топит государственная секта обычная по болваню действительно людей она крестьянстве такое отношение нет но завтра что-то случись и она поперек горло встанет вот до правителя мира сего путь веру тому же самого или еще кому-то там да чем перещелкнет там ну и завтра их также этих попов на баржах профессоров топить опять будут да ну и что они от этого святыми станут да нет они он только вчера всех всех расшистов еще и подначивают и все благословляют одобряют а порой призывают эти украинцев вырезать ну что дальше то сколько потопили сколько пожгли этих попов а вы знаете что многие достойные по делам приняли вы не забывайте о том что разбойник которые благоразумны то он не говорил что он висит если иисус через это как я вам все эти картинки вешу если здесь рисую если ты действительно за правое дело возвысился из ада да то что те кто-то убивает до небесного царства ты взлетел потому что неправильно страдаешь то есть ты страдаешь по делам и ты вернулся только вот сюда именно иисус поэтому сказал что ты будешь со мной ныне не в царстве любви ты не познал жертвенной любви ныне же будешь со мной в раю он и оказался вот не понимает даже этой фразы христа я на это записал кто последний смотрит отдельно ролик то нет пишите в комментариях я вам дам ссылку на это видео он именно поэтому и сказал ему в рай что он тут же в ныне будешь с ним он с ним и оказался там до разбойник вернулся на нулевую планку на нулевую отметку тогда когда был создан первый человек наконец-то отрекся от зла признал что да я достойный по делам своим принимаем там хоть фраза дальше не 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 развита мысль понятно что это разбойник покаялся и развить его мы сможем теми словами сказал что если мне в дал бы дан был второй шанс я бы такого никогда не делал я каюсь я раскаиваюсь покайтесь и хотел бы сотворить даже плоды достойный покаяния прожить иную жизнь другую же жизнь светлую и путь и не просто светлую вот здесь прожить от мира чем возле у тебя выбор нет ты либо такую проживешь жизнь до другой просто не дано вот и все ты можешь его сюда войти до когда тебя будет когда те вот такой вот будет убивать который на дне ада ну так вот поэтому все это очень важно это очень важно и такие этих попов который был они в реалюцию 17 14 года выдумать чем занимались ты а сталин не был не просто семинаристом кто не в курсе он закончил семинарии он там бросил на пятом он была за он с отличием практически закончил православную сектантскую семинарию он бросил просто потому что ему все это уже по переговору встал он уже вступил там в ряды этих уже стал все это глядя на этот бред православный не удивить но вопрос что к сожалению понесло в такие дебри одно дело от этого дерьма отказаться православного а другое дело встать на путь до убийства людей во имя блага будущих поколений убийстве убийство отцов во имя убийство родителей во имя блага и детей внуков так получается на это самое бредовое человеческое одна из самых бредовых сельских мыслей который только могла в нелепой тупой башки возникнуть у кого-то строить царство земное райское рай на земле на костях предков же чушь вот так вот это очень важно поэтому кого там кого кого топили и жгли это вопрос это вопрос еще куда они попадали то сюда ли сюда ли или они или они получали то чем сами занимались они может быть прямо свои ручки не заморали в крови насколько душ они погубили свои свои этой лжевой религии лжи ложью этой который людей него не возводят небесное царство да все эти бренчаниновый там феофаны затворники до выступающие за крепостное право там да сами-то все в богатеньких семьях родились императорском при императорском дворе все они на дни расскажут помнить там прошли в монастыре послушание пожили то никак это что у бренчанинов был отец детства психопат это тоже не оправдание дело не в этом все что потом за крепостной ну иди сам в крепостные в рабы где человек вообще никто просто никто инструмент все и и имущество феодала захотел зарубил всех всех крепостных насилует натурал женщин гей мужчин и ничего им за это не делали захотели убили захотели не убили это христианство бренчанинов бы сначала с этим бы попытался побороться они эту что наоборот ни в коем случае нельзя вы что свободные люди творение то не у красивая любви к человеку то можно найти как он цитирует ой а как есть а соловьиной песни эти кто озвучивает и записывает как все это духовно слушается да вы жизнь его почитайте было ли она настолько свято то сильно ли он обличал всю эту имперскую власть самих правителей присмыкался там перед ними ради чего ради монастырей этих тупых в которых один алкоголизм до разворот там ничего больше нет я знаю что такое современные монастыри а значит такие были всегда даже у святых отцов проскальзывает вот так вот ладно закончу сколько я уже картинку показал еще раз как мы видим антонии мысли это не раз повторяется мы в прошлом видео об этом многие говорили я уже не раз показываю давайте все-таки зачитаем если не было страстей не было бы и добродетели не венцов даруем их от бога людям достойным эту мысль с вами об этом иисус говорит конечно говорит иисус говорил постоянно а потом его мудрые ученики в частности тот же самый апостол павел который никогда не видел иисуса говорил о том что звезда звезды разница во славе да и у кого-то дом будет из соломы он как он говорил о спасенных по вере о язычниках нет писал коринфской церкви своим церквям а какой церкви ты писал кто там прелюбоденчат кто развратничает кто же воскресенье отверх в чем он там только не укорял в этом же первом коринфском послании кто приходит обжираться эти тайные вечеры собирают чтобы там нищих накормить богатеи сами все соберут сами первые придут сами первые все сожрут читайте внимательно внимательно не умеете учитесь вместе со мной я буду вам помогать почитать со мной прочтение библии целиком на канале христолюб чтение библии иных писаний все там видно это же не какие-то бредни которые надо читать на непонятном языке на церковнославянском бубнить не понимая ни слова надо внимательно прочитать и понять что там написано что просто книги это не божье слово это послание апостола павла почитайте о чем он там пишет чем только не укоряет сам же сказал пишут какие грехи у вас в этой коринфской церкви ту язычников такого не найдешь у грешников спасены они поверьте или под полотенчиком у апостола павла нет нет это отвергните его кого там один там появился вот так вот но мысль-то антония какая если бы не было страстей не было бы бродетели не было нет и не было бы венцов даруем их от бога людям достойным сколько раз я в эту картинку показываю надеюсь когда-нибудь она у нас в голове просто вопьется это очень важно понимать в бог виновен во всем зле и аде творим на земле нет бог есть свобода и все его творение свободно именно поэтому мы согрешили от начала грешим до сих пор и зато благодаря в кавычках благодаря но таков путь жизнь поэтому один святой как я вам говорю ну я уж не помню кто так и написал что да все равно бы адам севы не остались бы в району там он посол вырезал того вписал я не помню у кого это есть там в толкованиях может чего-то не суть я мысль запомнил что она есть как на уст намотал ну естественно все сравнивать то истинный который бог не на сердце открывает потому что я всячески желаю ее познать всем говорит и есть на пусть познания истины чист как иисус сказал алчба и жажда правды ну а через чистую жизнь очищаешь сердце внутренне свое тогда зарежь бога чисто сердце любвеобильное сердце она зарит бога вот и все поэтому конечно же да не было в страсти не благодетель и это не потому что тогда как какого почему тогда достойный небесного царства иисус по какой вере в иисуса христа все это творил в бога его какая жертва искупила иисус сказал что есть путь истинная жизнь он ни в какого бога не верил даже не верил в иисуса христа представляет ни в какую искупительную жертву но сказал что он есть истинно пути жизнь он сказал что я пример для вас и вы должны идти по стопам мои о чем мы писали прямо его ученики так я поверю спасен или я должен жить как он вот так надеюсь это понятно поэтому все эти отмазы я да я я слабенький я не могу каждый ответит за свои дела об этом иисус говорю прямо и прямо говорил что ответит по-разному кому много дано стало много спросится про таких как я про учителя это я образно ряд просто пик что нет ничего высшего чем проповедь истины чем занимался иисус и чем заниматься ученики неважно в маленьких масштабах высших на самом деле ко всем относится и так образно такой как я просто кому-то много дано кто-то и у кого-то еще это же от аудитории действительно тут надо отруга ваших знакомых да и так далее так что это все так и есть иисус говорил крут 30 кто-то 60 кто-то 90 кто-то сядет по левую по правую сторону разве иисус об этом не говорил разве спасение поверит какой-то здесь черно-белое бытие выбрался из рая вот сюда сел и сидишь тут ножками болтаешься на типа в небесном царстве вот да и тут нет это бред не все живых живых учений псевдо христианских сект так что вот так умирали за любую глупость надо каждый случай разбирать этот поп или кто угодно и любой мирянин как называют мог умереть да мы видим как православные умирают за свою секту католики протестанты ни о чем не говорит вообще если вся его жизнь была грехом то что он там помер это ничего не значит что он пошел там иконы защищать всего умерли за икону это ничего вам до матрёнушки никто вам ничего это никакой небесное царство не попадете просто умер за идею ну что ну что умереть за ложь это это неправедность это бред это дурость который тебя в царстве небесное не возводит ну так вот на этом все вот такое вот наставление антония великое 67 великого мы с вами сегодня посмотрели такой вот ролик по поводу техники игры у каждого свои страсти кого что-то больше что-то меньше да уж закончим борьбой со страстями вот действительно кто-то на начальном этапе в конце может быть иисус разве не боролся со страстью не со страстью а со страхами с внешним злом боролся просто так назвал со страстями сейчас роль понятно когда в тебе уже там они захватили вот но со злом будем бороться всегда святые люди до конца будут еще когда дьяволы от иисуса в пустыне написано отошел до времени до какого времени а вот до такого даже до распятия что он ему шептал на ушко нам всем понятно проклини их до проклини отца бога иисус говорил господи за что ты мне почему ты меня оставил это путь богооставленности это вот такой вот ад с которым мы боремся в этой жизни это очень важно поэтому конечно бороться надо сначала ты призываешь я согласен когда слабенький проси бога бог тебя укрепит действительно ослабит козни дьявольские укрепит тебя в силе вот все как бытовой жизни как нас родители воспитывают тренера учителя настоящих какие-то там школах в секциях все так и происходит внешние обстоятельства делают из там тяжелые условия полегче да тебе помогают потом наоборот нагрузки увеличивает помощь свою уменьшают да я не отрицаю что если вы идет путем новоначального тем более там все средства в хорошем смысле хороши начинается с божьей помощью все и с помощью окружающих так далее но достигнуть вы должны самостоятельности это очень важно так что вот так вот поэтому это борьба вся жизнь борьба да иисус в этом гефсиманском саду также написано ужасался тресся весь страдал испытывал и потом болит все будет никуда это не девается ни по какой вере вот это все будет ты будешь все время ты будешь добро избирать и она тебе будет даваться кровью и потом это всегда то особенно чем ты дальше возрастаешь эти очень важный показатель так а если тебе это дается не так то либо ты вообще не туда идешь поэтому твой путь широкие пространные до над задуматься из тебя там все ладненько и либо ты залип где-то в младенстве или еще там где-то на каком-то этапе беда надо выкарабкиваться оттуда если тебе уже если там 20 лет христианин да все молишься господи помоги мне сигаретку бросить здоровый лоб 20 лет во христе как ты говоришь не может грех победить муж победишь его там где очутишься выйдешь оттуда как иисус сказал когда отдашься до последней копейки ну так вот ну закончим на хорошей новостью что я вам всем желаю победить при всех пугалках иисуса в том числе что он говорил хорошая ность в чем хорош ность в том что иисус сказал что иго моё и бремя мои вот этот крест это что легко есть и благо и счастье и действительно так если ты настоящей святости находишься если ты творишь добро пусть даже в ответ на зло ты всегда будешь счастлив ты внутри будешь скорбеть конечно по плоти допустим могут обижать еще что-то вплоть до лишения жизни но если ты это это реальное дело любви какие-то псевдо добродетели наоборот или псевдо грехи когда на тебя натягивают нет если ты реально отрицаешь зло настоящее в нем не участвуешь и сколько можешь участвовать в добре всегда это будет легко легче чем даже тебе кажется вот ты будешь ужасаться страшиться может тебя будет трясти по плоти но ты духом как сказал плоть немощна это же сам гефсиманская молитвена говорил ученикам а дух бодр дух силен вот ты всегда победишь ты всегда победишь и выйдешь в этом плане победителем получишь венец жизни обязательно вечное его благо бытия поэтому иго мое благо а время моё легко есть игорь мое Субтитры создавал DimaTorzok